Всем, ребята, привет! Вы на канале GameDop. Ну что, наконец-то мы дождались первого обновления в игре Diablo Immortal. Сложно, конечно, это назвать каким-то большим обновлением. Как-то уже слишком громко звучит. Первое контентное обновление Diablo Immortal. Тут того контента, как говорится, кот наплакал. Мои слова оправдались о том, что не нужно ничего ждать и глобального. Но! Даже я ждал немножко большего. Итак, у нас начался второй сезон. Называется Кровавая Армия. Слив о том, что в качестве награды за сезон будет Кровавый сет. Он подтвердился. И тот сет, который мы рассматривали примерно 5 дней назад на стриме. Теперь его можно получить за новый сезон, если вы его купите. Сет, в принципе, красивый, мне нравится. Поэтому я не пожалел и уже потратил 5 долларов, чтобы купить данный Battle Pass. Все остальные награды сезона вроде бы как такие же, как и в прошлом сезоне. Камни, ресурсы, смайлики. Сезон начался 7 июля в 3 часа ночи. И закончится 4 августа тоже в 3 часа ночи. Прошлый сезон длился дольше. А если я правильно посчитал, то данный сезон протлится 28 дней. Также нам написали, что появился новый босс. Витаат. Только он появился не сегодня, а примерно 5 дней назад. Первую сложность уже многие прошли. Донатеры даже уже вторую сложность фармят. Но на сайте, в новостях, вот только написали, что босс появился. Странно. Наверное, самое интересное в этом обновлении это новое событие. Событие выходного дня. Ненасытная луна. Данное событие продлится только с 15 по 18 июля. Что это за событие, толком не понятно. Информации мало. Написано, что мы будем собирать осколки луны, которые можно будет обменять на благословение. Получив 7 благословений, вы сможете обменять их на случайную награду. Короче, подождем и посмотрим, интересное или неинтересное событие. Продлится всего лишь 2 дня, поэтому я думаю, лучше его не пропускать. Нам даже написали планы на будущее. В этих планах они нас благодарят, что мы играем в игру и донатим ее. Также, до конца этого месяца они обещают в игру вести смену класса. И плюс какой-то еще новый контент. Вот это все и планы. Да уж. Длинный список исправлений. 90% всего этого вообще неинтересно читать, но кому интересно, оставлю ссылку в описании под видео. На что я обратил внимание. Мы подкорректировали алгоритмы появления монстров, чтобы снизить эффективность получения награды за убийство монстра в одном и том же месте. В библиотеке Золтанакула и на пике Звень. Если я правильно понимаю, они пофиксили качи в библиотеке и на пике. Нужно будет проверить. На этом, в принципе, все. Остальные пункты не особо интересные. Исправление кучи мелких багов. Баги с квестами, баги с NPC, баги с интерфейсом, баги со скиллами. Короче, очень много багов. Короче, очень много багов они исправили. Молодцы. Да ты молодец. На этом, ребята, все. Спасибо за внимание. Не забывайте, что в описании есть ссылка на весь плейлист по всем видео Diablo Immortal. Ставьте лайки. Вам не сложно, а мне приятно. Всем пока, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok